Всем привет, народ! Ну что, сегодня у нас такой серьезный мастер-класс, ну не мастер-класс, серьезный фото-процесс и серьезная тема. Мы наконец-то с вами отойдем немножко от всяких катаушек и чокеров, и расскажу я вам сегодня про процесс лепки из самозатвердевающей глины, потому что многие после видео про пипбой спрашивали меня, что же это за глина такая, и вообще где ее достать, и чем она отличается от полимерной глины, или, например, от керамической массы, тоже самозастывающей. Тем более у меня есть такой небольшой видеопроцесс, как я леплю из самозатвердевающей глины маску, ну как бы она предполагалась изначально не как маска, а как форма для отливания маски для моего косплей-костюма, но так как я прошляпила большой фестиваль, костюм мне, собственно, конечно говоря, не понадобился, поэтому у меня осталось глиняное панно, не знаю, что я с ним буду делать, может быть, в рамочку поставлю. Ну так вот, есть такой небольшой видеопроцесс лепки, который я решила показать вам и, соответственно, прокомментировать. Хотя я, конечно, не профессионал, я не скульптор, возможно, каких-то профессиональных тонкостей я не знаю, но то, что я знаю с высоты своего опыта, я вам сегодня все это расскажу, поэтому давайте уже начинать, буду процесс подробненько вам комментировать. Те, кто смотрел Доктора, кто сейчас очень быстро узнают этого персонажа, лепить мы сегодня будем лицо плачущего ангела. Для своей работы я буду использовать так называемую тяжелую самозастывающую глину. Моя глина называется керопласт и весом она аж в тысячу грамм, то есть в килограмм. Сейчас я вас немножко сориентирую по ассортименту этих всех глин, потому что их огромное количество и они все имеют разные свойства. Есть полимерная глина, с которой мы все давно знакомы, это обыкновенная пластика, то есть мы из нее. Лепим и запекаем наше изделие в духовке, либо в специальной печке. И под воздействием температуры пластификатор из глины выпаривается и изделие становится твердым. И это обыкновенная запекаемая полимерная глина. Сегодня же мы будем с вами говорить о самозастывающей глине. И вот эта самозастывающая глина, она в свою очередь делится на два таких обширных подвида. Это тяжелые глины и легкие самозатвердевающие глины. Моя сегодняшняя глина Керапласт относится к тяжелым глинам. И она напоминает на ощупь самую обыкновенную глину для лепки. Ту самую гончарную глину, из которой наши далекие предки лепили горшки. Ну так вот. Такая глина бывает двух цветов. При застывании она обычно либо белая, либо цвета охры. Естественно, это не случайность. Цвет вы можете выбрать. На ощупь эта глина очень мягкая и влажноватая. Когда вы будете из нее лепить, вы поймете, что она довольно быстро начинает схватываться. То есть поверхность, которую вы давно, может быть, не трогали, да, или оставили в покое пока, она может схватиться и на ней может образоваться небольшая такая уже затвердевающая корочка. Поэтому при лепке из этой глины лучше всего держать рядом с собой какую-нибудь баночку с водой, чтобы периодически смачивать руки и смачивать глину, чтобы она у вас не застыла, и вы могли исправить какие-то дефекты, которые возникают при лепке. Эта глина довольно сильно пачкает руки и, конечно же, поверхности, на которых вы лепите из этой глины. Поэтому, если вы решили лепить на столе, то стол лучше предварительно подготовить. Например, постелить какую-нибудь клеенку или положить лист бумаги, потому что эта глина непременно прилипнет к столу, даже если вы его будете смазывать водой. Поэтому, прежде чем начинать лепку, обязательно подготовьте рабочую поверхность, чтобы не испортить ни свой стол, ни ту работу, которую вы уже проделали. Сохнет такая глина от суток и более, зависит от того, какой толщины работу вы сделали. В процессе высыхания работы из такой глины оно неизбежно будет трескаться. Исправить это можно либо в процессе застывания, сглаживая трещинки влажными руками, либо, когда ваша работа уже полностью высохнет, можно затереть в трещинке новую порцию глины, и тогда их не будет видно. Ну или все шероховатости и трещинки мы просто сошлифовываем, если они, конечно, не очень глубокие. Еще один важный момент. Всегда стоит помнить, что тяжелая глина дает довольно большую усадку, поэтому обязательно учитывайте это, когда вы рассчитываете размеры своей будущей работы. Когда ваша работа полностью высохла, она готова к постобработке. Вы можете отшлифовать ее, покрасить и покрыть лаком. Напомню еще раз, что именно из такой тяжелой глины я сейчас леплю на ваших глазах свою работу. Но расскажу немножко и про вторую разновидность глин. Это легкие глины. Легкие глины очень пластичные и очень нежные. Совсем не такие, как тяжелые, шероховатые, гончарные глины. Легкие глины очень легко разминать пальцами, растягивать, раскатывать в тонкие пласты и детали. При застывании такая глина не трескается и не дает большой усадки. А готовое изделие на ощупь очень приятное, бархатистое и довольно легкое по весу. Именно благодаря всем этим свойствам такой вид полимерной глины очень-очень популярен у тех мастеров, которые занимаются изготовлением бижутерии, либо каких-либо цветов. Сами понимаете, что тяжелую глину для этих целей использовать никак нельзя. Тяжелую глину мы используем для того, чтобы сделать какую-нибудь статуэтку, возможно, куклу ручной работы или какое-нибудь гончарное изделие, может быть, горшок. И тяжелая глина, и легкая глина боятся воды, даже когда они уже засохнут. Поэтому, чтобы сделать свое изделие более устойчивым к повышению влажности, вам необходимо покрыть его лаком. Но если вы хотите оставить глине ее природную шероховатость, выбирайте матовый лак. Ну и лучше, конечно же, не рисковать и не допускать попадания воды на вашу работу. И чистить ее с помощью какой-нибудь сухой кисточки или мягкой тряпочки. Я надеюсь, вы досмотрели это большое длинное видео до конца и получили какую-то полезную информацию. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то поставьте ему пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. У меня на канале еще куча разных интересных и полезных идей и мастер-классов. Добавляйтесь, друзья, в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграме. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, который я создала специально для вас. В нем можно задать мне какой-то свой вопрос. Может быть, у вас есть идея, тема для следующих видео. Обязательно пишите мне туда, я все комментарии читаю. Плюс там появляются анонсы о новых видео, какие-то опросы. Туда можно выложить фотографии своих творений, которые вы сделали по моим мастер-классам. В общем, я надеюсь, группа полезная. Так что все ссылочки я оставлю, как всегда, внизу. И на этом все. Ждите новые видео. Обязательно скоро увидимся. Пока-пока!